Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? В Белой студии любимый всеми без исключения артист советского и российского кино, на счету которого более 200 фильмов самых знаковых режиссёров. Его актёрская судьба началась с картины Михаила Швейцара «Мичман Панин» и «Василия Шукшина. Живёт такой парень». А продолжили его кинобиографию работы с Георгием Данелли, Леонидом Гайдаем, Глебом Панфиловым, Татьяной Леозновой, Станиславом Говорухиным, Никитой Михалковым и другими. Режиссёры, которые сталкивались с ним на съёмочной площадке, впоследствии не раз обращались к его мастерству. Его персонажи незабываемы, обаятельны, точны, всегда искренни и поэтому любимы зрителями. Афанасий Борщов из «Афони», Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», Шура Балаганов из «Золотого телёнка», Инспектор Гранден из «Ищите женщину», Лёня Шиндин из «Мы ниже подписавшиеся», известный каждому, кто живёт в России. В «Белой студии» народный артист РСФСР Леонид Вячеславович Куравлёв. Дорогой Леонид Вячеславович, огромное вам спасибо, что вы в «Белой студии», потому что вот таких любимых, как вы, так мало артистов. Это поднимает мой дух и в то же время волнение. Я очень волнуюсь, Даша. Но волноваться не о чем, потому что достаточно вашего взгляда и достаточно вашей улыбки. Я буду стараться, Даша. Мы начинаем с детства. Вы назвали сказки Пушкина, которые вы читали. Вы знаете, я не акцентировал своего внимания на определённые сказки. Они все хороши, ибо это Пушкин. А потом вообще я люблю сказки, потому что что такое сказка? Это спрессованная мудрость народа, причём проверенная веками. У меня очень много сказок в моей библиотеке, очень много сказок разных. Мне ещё и язык сказок очень нравится. Он ясный, простой, я бы сказал, детский. Очень легко понять, очень легко заразиться за счёт такого простого русского языка. Не случайно вот язык Василия Макаровича, он тоже напоминает такой сказительный язык. Он как раз говорит очень просто. Его речь понятна и ребёнку тоже. Да, это так. Да, это так. Стиль Шукшина, он правильно, в какой-то степени он сказочный. Потому что, как вы уже сказали, он очень понятен и прост. Вот у вас три замечательных внука, три богатыря, с такими именами очень хорошими, тоже такими простыми, можно сказать, сказочными именами. Их зовут Гриша, Фёдор и Степан. Очень красиво. Да, вот они такие. Им вы какие сказки читаете? Ну, им по большей части читает мама, отец. Ну, что-то я читал и читаю. И я знаю, что родители очень хлопотно к этому относятся. Воспитывают на сказках. Это я знаю твёрдо. А мультфильмы они ваши смотрят? Вот у вас замечательный, всеми любимый, например, Мартынка, который вы озвучивали. Да, они знают этот фильм, знают. У них он в кинотеке тоже существует. Мартынка – это один из любимых таких героев. Мне кажется, что Эдуард Назаров, великий мультипликатор, он ещё как-то имел вас в виду, когда и рисовал этого Мартынку. А я там похож на него. Да. Да. Я там даже похож. Вы знаете, я посожалею, что меня мало всё-таки привлекали в мультипликацию. Очень мало. Для озвучения. Я считаю. Там можно дерзить, там можно в самом роскошном виде хулиганить. Мы с вами о сказках начали говорить. И о том, что сказка вообще в жизни, она и во взрослом возрасте тоже человеку нужна. Более того, наши любимые какие-то произведения, комедии, например, часто тоже достаточно сказочные. Вот и про Данелию, например, вы говорили, что он сказочник. Более того, он говорил, мне не нужна чрезмерная правдивость в роли. И вот как раз вы в Афоне, например, смогли соединить абсолютно такого узнаваемого персонажа, в котором каждый видит себя, и при этом рассказать вот эту притчу, которую, собственно, задумал Данелия. Вот для вас эта сказочная составляющая в ваших персонажах, она тоже важна? Очень, очень важна. Это доступно народу. Это важно. А кинематограф, тем более, хороший, он работает на народ, на зрителя. И это важно было. И я к этому старался подойти со всей серьезностью. То, что вы называете, и что называет Данелия сказочностью. Это очень важно. Очень важно. Это есть мудрость. И сказка – это мудрость. Спрессованные в сказках мудрость народа. Вы работали и сыграли любимые роли в двух любимых картинах очень известных комедиографов, самых лучших. Советских комедиографов – это Георгий Данелий и Леонид Гайдай. Вы играли «Иван Васильевич меняет профессию», это любимейшая тоже ваша роль, Жорж Милославский. У Гайдая это, тем не менее, более ярко выражено. Хотя сказочность в Афоне лежит на поверхности. Она очень облагораживает весь фильм. Я имею в виду Афоню. Афоню очень любят. Я иногда все-таки возвращаюсь к удивлению. А почему его любят? Ведь подлец вроде бы. Потому что вы его сыграли. По-моему, Данелий и сказал, что это потому, что Куравлев сыграл. То, что я сыграл, оказывается. Это антиперсонаж. Так как он был написан в сценарии, это очень неприятный вообще товарищ. Будем грубо говорить и правильно говорить. Это отрицательный герой. Что он хорошего-то привнес в жизнь. Обманул хорошую святую девочку. А потом вдруг понял. Понял сердцем. Не тут. Тут у него было мало. Очень мало. А сердцем понял одиночество. И заметался. И заметался. Кстати сказать, мне позвонил Данелий и спросил. Леня, я заканчиваю монтаж фильма «Афоня». Вот как ты думаешь, должна вернуться к нему, в конце концов, Катя? И подарить себя. И дать ему надежду на возрождение. Я сразу сказал ему, Георгий Николаевич, нет. Не надо. Не надо этого сказочного конца. А хорошо, сказал он. И сделал наоборот. Стоит ли Афоне такого подарка в конце истории, как возвращение Катюши? Наверное, каждый человек стоит прощения. Каждый человек стоит того, чтобы его кто-то полюбил. И простил. И простил. И простил. Верно. Тем более, что в Афоне, и это вы наполнили этого персонажа, вот этой внутренней какой-то тоской и страданием, которое, в общем, дано только человеку, у которого есть душа. Почему, мне кажется, это такой близкий нам персонаж, всем. Потому что в нем есть очень русский такой характер, такое раздолбайство, с одной стороны, неспособность вообще руководить своей жизнью как-то. А с другой стороны, такая внутренняя тоска и такое понимание того, что мы рождены для чего-то большего, наверное. И хочется нам быть лучше. И вот этот танец, который вы там танцуете, это такой танец русской души настоящей. Такая шукшинская тема на самом деле тоже. Даша, вот снова перекопали это, сказали мне, я вернулся в ту атмосферу невольности с вашей помощью, за что очень благодарен. Объяснили. Ну, это же тоже от вашей души подарок мне. Это подарок. Спасибо вам большое. А почему вы сказали отрицательный персонаж, да? Но у вас не один отрицательный персонаж. У вас три знаменитые роли воров, например. Это Жорж Милославский в же нами упомянутой картине Леонида Гайдая. Иван Васильевич меняет профессию копченый. Копченый. У Говорухина, Балаганов. Балаганов в золотом теленке. Да. И они все, несмотря на то, что они все воришки, вызывают невероятную симпатию. Почему, как вам кажется, вот то ли для русского человека воровство не является таким уж сильным грехом и преградой на пути к сердцам людей? Вы уже сказали, Даша. Дело в том, что в русской душе живет жалость. Людям подскользнувшимся, упавшим, раздавленным. Русский народ приходит сразу на помощь. Это великое чувство русского народа – жалеть. Это желание возродить снова человека. Вот как Афоня. Его пожалели, вернули ему Дашу. Дашу. Катю. Ой, какая прекрасная оговорка. Ну, мне приятно, что вы думаете о чем-то очень светлом. Ну, нет, ну вы тоже в какой-то степени тоже ведь Катюша. Вы все Катюши. Женщина – это то, что необходимо природе. Мало того, что мужчинам и вам самим себе – это очень важно. Мне вообще иногда кажется, что женщина появилась из космоса. Были бы одни мужики, они воевали друг с другом. Такое сказочное мое представление. Спасибо, что вы нам такую добрую миссию предназначаете. Я с вами согласна. Вот мне кажется, что образ Кати у Георгия Николаевича, которую замечательно Евгения Симонова сыграла, это действительно такой настоящий правильный образ женщины, русской женщины, которая за вот этим вот пьющим, не самым принципиальным человеком вдруг видит какую-то свою мечту, какого-то своего капитана Грея, понимаете? И он ее любовью немножко в него превращается. Надежда есть на превращение. Да. И потом, кто такая Катюша в фильме? Это луч света в темном царстве. Как Данелия, я в том числе, разумеется, да и зритель должен быть Симоновой благодарны за то, что она вот такая, она привнесла свет в эту темную картину, в это темное царство. Помните кадры, когда лошадь понура идет, идет? Этот кадр был снят случайно. Оператор увидел, взял и снял. А он очень пригодился вот в этой сцене. А как бы ни было с Катей то, как у этой жалкой, у этой натруженной и грустной лошади. Там звучит предупреждение. А мы под доброти своей, мы с вами, как бы забываем лошадь вот эту вот, в которую может превратиться Катюша, живя с ним. Будем верить все-таки в сказку. Давайте. Да. Мне кажется, достойна Кате этого. Катерина, ты замуж за меня пошла бы? Пошла бы? А разве вы меня любите? Ищите женщину, например. Еще одна картина, еще одна комедия, в которой тоже много слоев. И там тоже замечательная абсолютно у вас партнерша и любовная история. Хотя вы и не играете любовь, вы наоборот играете такой как бы постоянный конфликт с ней. Но за этим конфликтом мы сразу видим эту симпатию. Софикой Чаурели, вы с ней вместе учились. Да. Я очень был счастлив с ней встретиться, потому что она гениальная актриса. Вот она пришла на курс, и она уже была готовой актрисой. Потому что, вы знаете, вот иногда так одарен тот или иной актер, актриса. Вот ей не нужна была учеба в том серьезном смысле, какая учеба была нам на курсе. Там нужно только немножко огранить. И она вышла, конечно, уже готова. Эта картина мне многое дала в смысле того, чтобы немножко подрасти как актер. Неужели? А как же? А как же? Потому что мы же с каждой ролью немножко набираем, набираем и оттачиваем свою мастеровитость. А вот спросите меня, скажем, а чему, Леонид Иванович, вы научились, когда, так сказать, снимались и с Софико, и во многих других картинах, от актеров и актрис? Я вам не отвечу. Вы знаете, этот опыт оседает в подсознании. Там он хранится, как некий священный клад. Но он поднимается всякий раз в нужных количествах и в нужных качествах, когда ты начинаешь играть другую роль. И это копится-копится. А расчленять это? А чему я научился? И не надо, не надо расчленять. А вот я у Софико тому-то научился. А у Леонова тому-то научился. Это, по-моему, даже глупо. Не надо. Но учился? Покажи. И ты на практике, играя, а лучше живя в роли, ты это привносишь, даришь зрителям. И он тебя одобряет. Или он недоволен, как ты сыграл, или прожил в той или иной роли. Это удивительная способность. Мне кажется, именно для артиста очень важная. Как-то интуитивно чувствовать. Вот вы, когда мне рассказывали про эту лошадь, это действительно такой образ, который абсолютно не на уровне интеллекта возникает, абсолютно только на уровне чувственном. Вот, к слову, на эту тему и скажу. Меня однажды Валера Усков, у которого я снялся в картине «Неподсуден», сыграв резко отрицательного героя, он говорит, «Лень, вот как у тебя получается?» А я отшутился. Я сказал, «Ты знаешь, вот за секунду до того, как ты скажешь «мотор», я включаю интуицию». И все. Я не стал объяснять, о чем мы выше говорили. Интуицию включаю, и все. Что тут рассуждать-то? Ты чем-то уже полон. И благодари Бога за это. Вот. Удивительное дело. Здорово очень. Я очень хорошо понимаю Василия Макаровича, который бесконечно вас любил, и вас считал своим артистом, вас считал своим другом, а вообще вас считал в чем-то своим альтер-эго, потому что он вас снимал как бы в ролях себя самого. Да. И, собственно, ту роль, которая предназначалась вам, он потом сам сыграл. Я горжусь тем, что я не сыграл эту роль. В печках-лавочках. В печках-лавочках. Вот. Я отказался. Но ни в какой момент вы не пожалели, что вот не стали вот этим артистом Шукшина, допустим? То есть вот... А мог бы. Ну вот я горжусь тем, что я отказался от роли в картине «Печки-лавочки» от Ивана. Однажды он позвонил домой. Моя жена Нина подняла трубку, меня не было. Говорит, что ж твой не идет-то? Надо грим найти, надо костюм утвердить и так далее. А Нина сказала, а он, кажется, и не собирается. Там возникла такая пауза. Такая тяжелая пауза. Предал. Предал. Я предал его. Только такую паузу можно объяснить вот этим страшным словом. И кого предал? Шукшина. Моего духовного отца. Породившего меня. Потому что если бы не было роли Пашки Колокольникова, моя судьба совсем бы была другой. И беднее, убежден. Это все Шукшин. Живет такой парень. Вот. И как-то я иду в картину к Леозновой на репетицию «17 мгновений весны» с броневым Леней. Коридор длинный на студии Горького. Идет Шукшин. Такой свет в спину ему от одного окна. Контровой так называемый. Увидел. Идет. Я обомлел. Сердце мое упало куда-то вниз. Думаю, ну что, вот она расплата. Он подошел, облокотился левым плечом. А стенку сузил глаза. Жалваки знаменитые заходили. Я видел, как он меня в это время ненавидел. Ненавидел. А Шукшин был очень темпераментным. Это же видно по его произведениям, по литературе, по ролям. Он, может быть, его в конце концов, думая, так сказать, в художественном плане, загубил. Принес ему раннюю смерть. Он был... Изнутри весь. Внутри он кипел. Ну что ж ты мне, сказал он, под самый дых-то дал. Надо было себя спасать. Вот. Я говорю, Вась, ну подожди, подожди, чего ты, чего ты, успокойся. Ты написал, ты будешь снимать картину. А почему тебе-то, хорошему актеру, уже проверенному хорошему актеру, да, я говорю это искренне, хорошему актеру не сняться в этой роли. Вон, говорю, Бондарчук снимает свои картины и самого себя снимает. Чем ты-то хуже? И вдруг его лицо преобразилось, подобрело, разгладилось. Он куда-то взглядом ушел туда, наверх, подумал, потом на меня посмотрел и вдруг спросил меня, это вот тут же вот так сработало, да, наивно, жутко наивно, спросил. Я говорю, конечно, Вася, подхватил это. И на том мы расстались, пожимая друг другу руки и обнялись. Вот как было. Я горжусь, что Шукшин живой в этой роли. на экране, а не я. Вот так. Извините меня, пожалуйста. Шукшин. Это для меня святое. Вы вырежьте, это, наверное, не понадобится. Нет, что вы. Я больше так не буду. А вы знаете, Леонид Вячеславович, так мало в жизни таких моментов настоящих. Вот я вам могу сказать правда, я сейчас тоже заплачу. Правда. Таких настоящих моментов. Вот поэтому вы такой, вот поэтому мы вас так любим. И поэтому Шукшин вас и простил, и поэтому он вас и снял в роли Пашки Колокольникова. У нас есть уникальные кадры, я думаю, мало кто из наших зрителей это видел. Это то, что говорит Василий Макарович о вас для программы Кинопанорама. Давайте посмотрим. Как раз о картине живет такой парень и о вас. Ой, это подарок Дашенька. Вот Леонид Куралев как раз из тех актеров, которые знают, что успех достается очень нелегко. Он умеет работать. Это его счастливый дар. Если сказать, что сценарий фильма живет такой парень, писался с учетом на определенного актера, то это будет неправда. Тем более, что сценарий до того, как быть сценарием, прожил уже жизнь в виде рассказов. Так что актер при написании сценария не учитывался. Но вот когда задумывался фильм, то актер имелся в виду. Для меня во всяком случае не было сомнений, что это сможет сделать Леонид Куравлев. Если, положим, сейчас существует упрек к фильму в том, что Пашка как характер слишком много распоряжается в фильме, то это не так страшно. Без характера нет образа. Другое дело, куда мы хотели привести этот характер? Мы хотели этот характер привести к очень простой мысли. человек должен быть добр, щедр к людям, не скрывать хорошего, если оно у него есть, и отдавать это людям. Спасибо. Так замечательно, что при жизни Василия Макаровича записали эти слова о вас. Он о вас писал и в своей книге тоже. у него есть о вас целое эссе о Леониде Куравлеве. Да, вы читали? Да, где он как раз говорит о вашей способности наблюдать. Для меня этот отзыв о Куравлеве очень важен, очень дорог. Я очень осторожен был по отношению к Васе Шукшину. То есть я понимал, что за фигура, как он растет, как он становится все интереснее и интереснее, значимее и очень важен становится для людей. Вот это самое важное. Для людей. Поэтому я очень осторожно к нему относился. Я не навязывался. Вы знаете, когда умирает там, скажем, Высос, и сколько друзей-то вдруг появляются, объявляются, а вот мы с ним. вот этого я боялся. Вот это я боялся, так сказать, с самого начала, еще до смерти Высосского, естественно, вот этого. Очень осторожно к нему относился, к Васеньке, бережно. Я его берег в себе. И не надо, не надо свой нос совать, так сказать, в его жизнь, потому что он слишком вел ее бурно. я говорил о темпераменте. Это означает, что каждая минута его жизни была важна для него, а в результате для нас очень был осторожен. Слава Богу, понимал, что он есть, каков он есть. Удивительные слова. Понятно, почему Вы были так ему дороги. И понятно, почему вот это его первая важная работа и Ваша важная работа первая. Это Ваша любимая картина. Живет такой парень. Удивительный совершенно человек. Там, Пашка Колокольников. Вроде простой человек и простая история. Ничего никак бы не происходит. Ну, он, правда, спасает горящий автомобиль, но это не центральный элемент картины. А так просто он делает много всякого разного добра. Но при этом ни на чем как-то не акцентирует внимание, что вот я сделал это. Он там сводит двух пожилых людей вместе. Мой любимый эпизод. Я обожаю это место, где он знакомит их. Да-да. И при этом в нем есть даже такой вот как элемент героев Достоевского, того же Мышкина. Понимаете, такая простота и вера во что-то. Это сцена сватовства. Если собрать все собрание сочинений из моих фильмов, то это моя самая любимая сцена из всего того, что мною сыграно. 200 картин. это вот сцена потрясающая. Он ее быстро очень снял. Я обожаю эту сцену. Может быть, не стоит это обнародовать, но я вам сейчас расскажу. Я вам просто так по любви к вам. Спасибо. На эту сцену было положено пять дней. Пять дней. То есть живи не хочу, купайся во времени и нагружай так сказать удивительным. Пришел, стал гримироваться, входит помощница режиссера и говорит, так, прекращаем гримироваться. Вася запил. Ладно. И так повторялось на второй день. Приходил, говорю, на третий и на четвертый. Я уже к этому привык. Русский человек в душе ленив. Это нам свойственно. Ленив. Вот как хорошо думаю. Сейчас опять. Нет. Меня гримируют. Прихожу в павильон, а там Вася, значит, с оператором работает и так далее. И вижу очень длинно рельсы разложены под тележкой с камерой. И хорошо понимаю, что будут снимать большими кусками, чтобы наверстать четыре упущенных дня. Думаю, ну вот, попал я. Стали снимать. Снял за одну смену великую сцену. Великую сцену. Можешь чайку? Можно, можно. Ну, как живешь, тетка, не все? Да живем, Паш. Вроде как будто ничего. Ага. Одно, небось, тяжело. Ты говоришь, злобный-то? Знаю, мне легко. В чем дело, дядя Кондрат? Ну, что ж ты так сразу на бум-лазере-то начинаешь? Ты давай посидим, это... Да чего сидеть-то тут? Фу. Ну, кто ж так начинает? Подожди. Вообще-то она тебе нравится или нет? Ну? Ой, ведра-то, ведра-то какое стоит. Благодать Господня. У меня в огороде, так все и прет, так и прет. Прет, говоришь? Прет, Паш, прет, ну, просто сердце радует. Это хорошо. Знаете, что еще? Мне очень Василия Макаровича близко и дорого, тем более, вот мы на канале культура, он видел очень точно, и мне кажется, вам это тоже свойственно. Вы человек невероятно начитанный, это все знают, и все это отмечают, и режиссеры, которые с вами работают, и Василий Макарович об этом как раз писал, тоже в этом своем эссе вам посвященном. Но при этом у вас абсолютно нет вот этой вот культурности, у вас есть культура, но не культурность. И Василий Макарович очень разделял эти понятия. Я бы даже хотела из статьи, которую он писал, как послесловие к фильму живет такой парень. Он говорил, что многие могут обвинить Пашку Колокольникова в том, что он слишком простоват и необразован. Вот один упрек, который иногда предъявляют нашему фильму, говорят, что герой наш примитивен. И вот он дальше пишет. Я не отстаиваю право на бескультурие, но есть культура и есть культурность. Такая культурность нуждается почему-то в том, чтобы ее поминутно демонстрировали, пялили ее в глаза встречным и поперечным. Тут надо быть осторожным. А то так скоро все тети в красивых пижамах, которые в поездах, в купе, в дело и не в дело суют вам спасибо и, пожалуйста, и без конца говорят о Большом театре, тоже станут культурными. И очень правильно он говорил о том, что люди по-настоящему большой культуры и простые люди, хотя он сам не любил это выражение, простые люди, они гораздо ближе друг к другу, чем вот этим тетям в пижамах. Это удивительно было его очень точное наблюдение. Я хорошо знаю эту мысль и, самое главное, на практике видел, что культурность, это отскакивало от Шукшина, это пошлость, культура, это в то же время и пошлость, правильно? Пошлятина. Не было в нем, если чуть-чуть что-то было пошло, но опять это от народа, чуть-чуть, есть какие-то моментики, мотивчики, живет такой парень, что там какие-то проглядывают. Но это опять очень крепко, узлом связано с душой народа. Он не мог не унаследовать и это, пошлинку какую-то. И тем ближе он к нам становится, Вася-то, Шукшин, тем ближе и роднее. Вы же и сына своего назвали в честь него, да? Да, в честь Василия Макаровича. Видите, он очень мечтал о сыне, потому что в нем текла крестьянская кровь. Ему нужен был работник, наследник. Он гордился, что он по духу своему крестьянин. Поэтому говорил однажды, я не умру до тех пор, пока не рожу сына. А судьба обратилась против него жестоко, жестоко. И этого не случилось. И когда через четыре года вдруг моя жена, так сказать, сподобилась, и родился сын, не было метаний по поводу имени. К тому же, у Нины был отец Василий. Тоже. Так что, со стороны Ниночки, и с моей стороны, вот Василий. Вот так получилось. Это очень важно, что вот и со стороны Нины. Потому что были какие-то трогательные отношения между ней и отцом. Но это другая тема. Да. И, конечно, в Царстве Небесное Вашей прекрасной жене. ее уже нет. Вот. Еще одна роль Ваша, которая, может быть, не совсем похожа на другие, о которых мы сегодня вспоминали, это Робинзон Крузо. Это как раз тоже одна из таких ролей ранних. Вы сыграли у Станислава Говорухина. Да, у Станислава. Это удивительный персонаж, такой библейский персонаж. Да. И, собственно, мы разговаривали, когда и... С Говорухиным? Да. Он был у нас в программе и говорил и об этой роли, и о Вас, и об этой книге. И вот, что он сказал по поводу Робинзона, что это действительно человек, на который бы ему самому хотелось быть похожим, но он не уверен, что так бы смог сохранить себя в обстоятельствах, в которых оказался Робинзон Крузо, смог бы так же выстоять. А вот вы задавали себе такой вопрос, играя Робинзона? Вот сами вы в этих обстоятельствах смогли бы столько лет сохранить человеческое лицо? Нет. Конечно, нет. Это же тоже сказка своего рода. Робинзон Крузо. Вот. Конечно, нет. Тем более, я городской человек, называю себя асфальтовым человеком, оторванным по-настоящему от земли, не как Шукшин. Он весь земной, он весь... Как он в конце фильма «Печки-лавочки» сидит боссом и сейчас такой памятник. Очень знаменитый кадр. Очень знаменитый, прекрасный памятник. Вот если бы я в «Печках-лавочках» сыграл этого Ивана, этого памятника могло бы и не быть. Правильно. Я не достоин его. И что? Что это, Куравлев, сидит? Асфальтовый... Вам стоит другой памятник в Ярославле с Евгением Леоновым кадры за фону знаменитый. Да. Ну, да есть, да. Есть такой момент. А вот Шукшин сыграл, да еще поставил точку на веки вечные. На горе пикет сидит и будет сидеть до скончания света. Я очень благодарен Славе Говорухину за дерзость такую, что он настоял на том, чтобы меня утвердить. Я очень люблю эту роль. Он говорил о том, что когда вас не утверждали, он сказал, что это герой, на которого зрителю предстоит смотреть на протяжении всей картины. И только за Куравлевым будет интересно так долго наблюдать. Вот-вот. Ему сказали, добавлю, наверное, он не сказал, неважно, что смотри, Куравлев это Шура Балага, Паша Колокольник. А здесь английский аристократ. Какой Робинзон, англичанин, и все. А вот он сказал эти сакраментальные слова. Я польщен этим очень. На Куравлева интересно мне смотреть. На 20-й минуте того или иного актера перестанут смотреть в зале. Ну, надоест уже. А на меня вроде, так сказать, выдержат вполне до конца и оправдают свой билет в зал. Вы знаете, есть еще свойства ваши, которые мне кажутся важны. И вот было для Станислава Сергеевича в этой картине. Потому что ведь Робинзон идеалист. И надо как-то поверить, потому что идеалист это скучная история. Человек, который верит в какие-то идеалы. Нам сложно доверять человеку, который декларирует, что он идеалист. Но вот вам удается и удавалось всегда играть таких идеалистов так, что они становились нам абсолютно близки. Мы их понимали. Мы готовы были поверить в то, что и мы бы сами за эти идеалы готовы были как-то и пострадать, и потрудиться. Такой же ваш персонаж у Татьяны Леозновой в картине «Мы ниже подписавшиеся», который за этого своего прораба Егорова... Горой. Горой, да. Да и Пашка Колокольников такой же, который прыгает и едет в горящем автомобиле, рискует жизнью и делает это по абсолютно естественному какому-то порыву. Не потому, что он герой, а вот просто в ситуации, когда нужно быстро сделать выбор, он его делает в пользу людей. И вот вам эти персонажи, они удавались. Мы вам верим. Хотя в советском кино было очень много неправдоподобных идеалистов. И чем особенно, может быть, советское кино и отличалось? А у вас они настоящие. Вот это за счет чего? За счет Бога. За счет Бога. Напичкал меня вот этой вот душой. Напичкал. И спасибо ему. Вот и все. Таков я идиот тоже, ведь родился идиотом. Это идиотизм своего рода. Идиотизм, как у Достоевского. Ему пощечину. А он? У него не было проблем прощения, непрощения. Это очень просто. Ну, пощечину. Там с тебя спросят. Он даже этой мысли не крутил. Идиот Достоевского. Даже этой. Вот там тебе. Нет. Очень все просто. Очень все просто. Как дыхание. Поэтому вот я и подумала, что вы это, Мышкин, абсолютно. Даша, не мне судить-то о себе, правда? Я вот наружу, я вот по-шукшински открыт. Ну, это природа. Такой пирог Куравлев. Пирог называется Куравлев. Испек, боженька, кушайте. Куравлев. 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 Субтитры создавал DimaTorzok